Джеймс Аллен Человек мыслящий Этот томик, плод опыта и размышлений, задуман не как утомительный трактат, повторяющий все то, что уже написано о могуществе мысли. Он скорее ставит вопросы, а не дает ответы. И его цель — побудить читателей открыть и усвоить ту истину, что они сами творцы самих себя, и делают это посредством тех мыслей, которые они выбирают и которые в себе поощряют. Что разум — это великий ткач, создатель и внутренних одеяний характера, и внешних одеяний обстоятельств. А следовательно, то, что читатели до сих пор ткали в страданиях и неведении, они смогут теперь ткать радостно и просвещенно. Джеймс Аллен Помыслы и характер Древняя мудрость, согласно которой человек есть то, что он думает в глубине души, не только охватывает бытие человека в целом, но и описывает всемыслимые обстоятельства и коллизии его жизни. Человек буквально есть то, что он думает, а его характер — сумма всех его помыслов. Подобно тому, как растение происходит из семени и не может возникнуть без него, любой человеческий поступок прорастает из невидимого семени помыслов и не может произойти без них. Это равным образом относится и к поступкам, которые принято называть стихийными и непреднамеренными, и к тем, которые были совершены осознанно и продуманно. Деяние — цвет мысли, а плоды ее — радость и страдания. Вот что пожинает человек — горькие и сладкие плоды своего собственного посева. Нас создала мысль, зародившаяся в сознании. Именно из мысли мы создали и построили то, что мы есть. Если разум человека выпистывал злобные мысли, страдание придет к нему словно плуг за валом. Если человек лелеет чистые мысли, радость следует за ним словно тень, и так бывает всегда. Человек создан по законам, а не по произволу, и в тайном царстве мысли причины и следствия столь же абсолютны и непреклонны, сколь и в мире видимого и материального. Благородный богоподобный характер — не результат слепого случая, а естественное следствие постоянных упражнений в правильном мышлении, итог долгого и благостного единения с богоподобными мыслями. Подобным же образом неблагородный, звероподобный характер — результат постоянного потакания низменным мыслям. Человек сам себя создает и сам себя разрушает. В кузнице своих помыслов он выковывает оружие, которым губит себя. И он же изобретает орудия, которыми строит себе небесные дворцы счастья, силы и покоя. Правильно избирая помыслы и правильно воплощая их, человек восходит к божественному совершенству. Злоупотребляя помыслами и неверно применяя их, он падает ниже животного. Между этими крайностями находятся все оттенки характеров. И человек — их создатель и повелитель. Среди всех прекрасных открытий о природе духа, сделанных в наш век, нет истины более утешительной и полной божественного промысла. Истины, несущей такой душевный покой, как эта мысль. Мысль о том, что человек властен над своими помыслами, сам кует свой характер и сам создает и лепит условия, в которых он живет, свое окружение и судьбу. Человек, как существо, наделенное могуществом, разумом и любовью, как властитель собственных помыслов, обладает ключом к любой коллизии и содержит в себе все преобразующие и целительные силы, которые позволяют ему сделать из себя то, что он пожелает. Человек всегда хозяин, даже когда он совсем слаб и одинок. Однако и в слабости, и падении он остается хозяином, но хозяином неразумным, который плохо управлял своими владениями. Когда он начинает задумываться о своем состоянии и принимается искать закон, по которому устроено его существование, то превращается в мудрого хозяина, разумно направляет свои усилия и обращает свои мысли на плодотворные предметы. Таков сознательный хозяин, и человек может им стать, только если обнаружит в себе законы мысли. А это открытие целиком и полностью вопрос самоанализа, опыта и практики. Золото и бриллианты можно обрести лишь после долгих поисков и трудов. И человек способен обрести любую истину, которая относится к его бытию, если будет усердно трудиться в копьях своей души. К тому же он может неопровержимо доказать, что он — создатель своего характера, кузнец своей жизни, строитель своей судьбы, если он будет следить за своими мыслями, управлять ими и изменять их, наблюдать, как они воздействуют на него самого, на других и на его жизнь и обстоятельства. Если он терпеливо и усердно свяжет причину со следствием, опираясь на каждую частицу опыта, даже самого тривиального, как на средство познать самого себя. Именно на этом и ни на чем другом основан абсолютный закон. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Ибо лишь терпение, усердие и неустанная настойчивость отворят человеку дверь в храм познания. Влияние помыслов на обстоятельства Разум человека можно уподобить саду, который либо разумно возделывают, либо позволяют ему зарасти. Но сад этот, и возделанный, и заброшенный, должен и будет приносить плоды. Если не засеять его полезными семенами, в нем в изобилии прорастут и продолжат плодиться семена бесполезных сорных трав. Как садовник возделывает свой участок, следит, чтобы на нем не заводились сорные травы, и выращивает те цветы и плоды, которые ему требуются, так и человек должен возделывать сад своего разума, выпалывать все неверные, бесполезные, нечистые помыслы и взращивать цветы и плоды правильных, полезных и чистых помыслов, доводя их до совершенства. Предаваясь этому занятию, человек рано или поздно обнаруживает, что стал главным садовником своей души и рулевым своей жизни. Кроме того, он открывает в себе закон мышления и все точнее понимает, как силам мысли и стихия разума определяют его характер, окружение и судьбу. Мышление и характер едины, и если характер способен проявляться и раскрываться лишь в окружении и жизненных обстоятельствах, так и внешние условия жизни человека всегда находятся в гармоничном согласии с его внутренним состоянием. Это не означает, что в любую пору жизни обстоятельства бытия человека отражают его характер в целом. Однако эти обстоятельства так тесно связаны с некими жизненно важными внутренними помыслами человека, что на какое-то время необходимы для его развития. Каждый человек живет так, как определяет закон его бытия. Обстоятельства, в которых он оказывается, созданы помыслами, которые он встроил в свой характер, и жизнь его ни в малейшей мере не подвержена случайностям. Это результат действия закона, который не ошибается. В равной степени это относится и к тем, кто чувствует, что его жизнь негармонична, и к тем, кто вполне ею удовлетворен. Человек — существо, прогрессирующее и развивающееся, и то, как он живет, помогает ему научиться, как вырасти. И как только он усваивает духовный урок, заключенный в тех или иных обстоятельствах, они меняются, уступая место другим обстоятельствам. Человек бывает жертвой обстоятельств лишь до той поры, пока не перестанет считать себя творением внешних обстоятельств. Однако стоит ему осознать, что он способен повелевать тайной почвой и семенами своего бытия, из которых произрастают обстоятельства, как он станет полновластным владыкой самого себя. То, что обстоятельства произрастают из помыслов, известно каждому, кто хотя бы недолго упражнялся в самоконтроле и самоочищении. Такой человек наверняка заметит, как непосредственно изменения в обстоятельствах его жизни соотносятся с изменениями в состоянии его разума. Это настолько справедливо, что стоит человеку приложить серьезные усилия для исправления недостатков своего характера и сделать быстрые и заметные успехи на этом поприще, как обстоятельства его жизни стремительно меняются. Душа привлекает к себе обстоятельства и сущности, которые уже скрыто содержат то, что она любит, а также и то, чего страшится. Она достигает вершины своих заветных мечтаний. Она падает на уровень своих нецеломудренных желаний, и именно обстоятельства позволяют душе получить свое. Каждое семя помысла, которое посеяно в почву разума или попало в нее по недосмотру, производит свои плоды, рано или поздно расцветает в поступках и приносит урожай возможностей и обстоятельств. Добрые помыслы приносят добрый урожай, дурные помыслы — дурной урожай. Внешний мир обстоятельств приобретает очертания внутреннего мира помыслов, и внешние условия, и приятные, и неприятные, всегда служат лишь на благо человеку. Человек сам пожинает плоды своих посевов и извлекает уроки и из страдания, и из блаженства. Человек попадает в тюрьму или в богодельню не по прихоти судьбы и неволей обстоятельств, а поторной дороге низменных чувств и приземленных желаний. Человек, чьи помыслы чисты, не совершает преступления под давлением одних лишь внешних сил, какими бы они ни были. Он уже давно лелеял преступные помыслы в своем сердце, они накопили мощь и явили ее при первой же возможности. Обстоятельства не создают человека, они лишь показывают его самому себе. Не существует обстоятельств, которые заставили бы человека ступить на стезю порока со всеми сопутствующими страданиями, если у него нет порочных наклонностей, либо вознестись к добродетели с ее чистой радостью, если он не поощряет в себе добродетельные порывы. И поэтому человек, властелин и хозяин помыслов, создает самого себя, выковывает и творит свое окружение. Душа получает свое уже при рождении, и каждый шаг ее земного пути привлекает к себе те сочетания обстоятельств, которые открывают ее сущность, отражают ее чистоту и нечистоту, ее силу и слабость. Люди привлекают к себе не то, что хотят, а то, что они есть. Их причуды, прихоти и притязания терпят крах на каждом шагу. Однако потаенные помыслы и устремления питаются своей пищей, чистой или нечистой. Божество, ведущее нас к цели, какой бы путь ни избрали мы, заключено в нас самих. Это и есть мы сами. Уильям Шекспир, Гамлет. Акт пятый, сцена вторая. Перевод Кроненберг. Цепи, сковывающие человека, выковал он сам. Помыслы и поступки — тюремщики судьбы и держат человека в заточении, если они низменны. Но они же ангелы свободы и освобождают человека, если они благородны. Человек получает не то, чего он хочет, не то, о чем молит, а то, чего он заслуживает по праву. Что же тогда означает выражение борьба с обстоятельствами в свете этой истины? Оно означает, что человек постоянно восстает против следствия и при этом постоянно холит или леет в своем сердце причину. Эта причина может принимать обличье осознанного порока или неосознанной слабости, но так или иначе она упорно подрывает все усилия своего обладателя и, следовательно, вопиет об исцелении. Люди лихорадочно стремятся улучшить свои жизненные обстоятельства, но не желают улучшаться сами. Поэтому они остаются в оковах. Человек, который не опускает руки от самобичевания, всегда сможет добиться цели, к которой стремится его сердце. Это справедливо и для земного, и для небесного. Даже человек, который стремится всего-навсего разбогатеть, должен быть готов к тому, что ему придется принести громадные жертвы, чтобы добиться своей цели. Сколько же потребуется от человека, который захочет обладать в жизни силой и благородством? Вот человек, который удручающе беден. Он до крайности озабочен тем, что его окружение и жилище следует улучшить. Однако он постоянно уклоняется от работы и считает, что раз наниматель недостаточно ему платит, он вправе того обманывать. Такой человек не понимает простейших принципов, лежащих в основе подлинного процветания. Он не просто не приспособлен к тому, чтобы выбраться из своего бедственного положения. Он привлекает к себе еще большую нищету, так как лелеет в себе жалкие, недостойные лживые помыслы и поступает в соответствии с ними. Вот богач, страдающий от затяжной мучительной болезни, вызванной чревоугодием. Он готов заплатить много денег за то, чтобы избавиться от недуга, однако не жертвует для этого своими гастрономическими желаниями. Он хочет тешить свой вкус дорогими ненатуральными блюдами и при этом сохранить здоровье. Такой человек отнюдь не приспособлен к тому, чтобы быть здоровым, поскольку еще не усвоил основные принципы здоровой жизни. Вот наниматель, который прибегает к самым изощренным средствам, чтобы не платить своим рабочим положенного жалования и урезает им плату за труд, надеясь таким образом получить больше прибыли. Такой человек отнюдь не приспособлен к процветанию. И когда окажется, что его предприятие разорилось, лишившись и богатств, и доброго имени, он винит во всем обстоятельства, не понимая, что он сам творец своего бедственного положения. Эти три примера я привел лишь для иллюстрации той истины, что человек сам причина обстоятельств, в которых он оказывается, хотя он почти никогда это не сознает. Той истины, что даже если человек ставит перед собой благую цель, ему так и не удается ее достичь, так как он поощряет в себе помыслы и устремления, которые никак не гармонируют с подобной целью. Подобные примеры можно приводить до бесконечности, но в этом нет нужды. Слушатель, если пожелает, сможет сам проследить, как действуют законы мышления в его жизни и в его разуме, а пока он этого не сделает, простые внешние факты не могут служить ему поводом для размышления. Однако обстоятельства так сложны, помыслы коренятся в сознании так глубоко, а представления о том, что необходимо для счастья у разных людей настолько разнятся, что состояние души человека, даже если ему самому оно известно, невозможно определить лишь по внешним обстоятельствам его жизни. Человек может быть честен в определенном смысле и терпеть нужду. Человек может быть нечестным в определенном смысле и богатеть. Однако обычное в таких случаях умозаключение один терпит неудачу именно потому, что он честен, а второй процветает именно потому, что он нечестен, основывается на поверхностном суждении, будто нечестный человек почти целиком порочен, а честный человек почти целиком добродетелен. Более глубокие знания и более обширный опыт показывают, что подобное суждение ошибочно. Вероятно, нечестный человек обладает поразительными добродетелями, которыми не обладает честный, а честный — отвратительными пороками, которых нет у нечестного.